В Ленске открыли благотворительный фонд имени Романа Прокопьева. Фонд берет начало с печальной историей 15-летнего мальчика из поселка Витим. Ему поставили диагноз рак мозга четвертой стадии. Требовалось дорогостоящее лечение. Близкие Романа не знали, где найти неподъемные для их семьи средства. И тогда бабушка Романа позвонила председателю комитета по молодежной и семейной политике Любови Клюкиной, которая сразу же начала думать, как помочь Роману. В лице предпринимателя Ксении Быковой Любовь нашла поддержку. Девушки оформили листовки с историей Романа и запустили их по городу. Отозвалось огромное количество ленчан. Было собрано 660 тысяч рублей. Но оказалось поздно. Роман умер. Часть средств была потрачена на перевозку Романа домой. Оставшиеся средства мама мальчика вернула. Не зная, как распорядиться оставшимися средствами, девушки решили создать благотворительный фонд помощи тяжело больным детям и назвать его именем Романа Прокопьева. Фонд будет помогать детям, которые живут в Ленске, в Ленском районе. Приходить и помогать фонду может любой. То есть было бы желание и даже не обязательно иметь какие-то материальные возможности. Потому что помощь важна любая. Информационная помощь, помощь поддержка, помощь морального плана очень важна. Поэтому наши двери открыты. Приходите, помогайте. В ходе мероприятия приглашенные обсудили программу фонда, приняли участие в благотворительном аукционе, где были представлены картины ленских художников и фотографов. Всего было 5 лотов, и каждый из них нашел своего покупателя. Тем самым участники внесли весомый вклад в доброе и нужное дело. Вырученные средства будут внесены на счет фонда. Слова классика Льва Толстого «Чтобы верить в добро, нужно его делать» стали девизом фонда. И хочется верить, что людей с добрыми и открытыми милосердию и состраданием сердцами станет больше. Стана Балиева, Алексей Семенов, Анна Касаха, Плинск.